кому кофеёчек с утра доброе воскресное утро это у меня уже вторая чашечка кофе одна меня с ног не сшибает приятного кофе пить и моя морда еще не умылась поэтому себя не показывать я свою чашечку кофе и пойду приводить себя в божеский вид украла выключайте машинку пошли умываться вчера вечером ко мне пришла соседка габриэла горит лиль у меня на потолке мокрое пятно горит у тебя нигде ничего нет я сразу раз посмотрела на ритоне у меня все нормально все чисто на потолке не на полу у меня должно быть на полу если вы не на потолке у нее потолок и у тут рядышком примут в этом месте пятнышко я вы знаете меня наш конечно мандражка ударила потому что думаю ну мало ли что у меня что трубы сюда проходят до моей колонки и сегодня утром я начала маленькое расследование благо не идет дождь сейчас я вам покажу смотрите видите эту дырочку той дырочки бумага это у нее старая вытяжка в час с утра еще не буду ее беспокоить хотя видите вот тут стенка тоже вся она от дождя настолько намокла дождь не идет а в ручей еще текут по улице последствия вчерашнего дождя может ночью маленький был но красный уровень присутствует до трех часов дня половую колонку с утра это приятно так смотрю туда мешком наложили надо будет пешком наверно спуститься вниз проверить дорогу потому что завтра утром на работу как-то не хочется в темень попадать какие-то ямы дыры столько всего нагребли экскаватором выгребли какой-то мусор в общем непонятно надо будет сходить на разведку так что сейчас только габриэла проснется надо будет ей сказать где у нее проблемка они вчера сфотографировали вытащить оттуда всю вот эту бумагу или тряпка там или бумагу ну типа газеты а вот тут видите вот это пятнышко вот это и верхнее вот их надо было бы щасать и закрасить как у меня закрашена смотрите закрашена ни одной трещины такие дожди лили да все такое вот как мы покрасили как она стоит белоснежные без единой трещины то есть фасадная краска у нас ребята опас какая классная надо будет обязательно на купить просто знаете когда ты у себя на балконе ты это делаешь а когда уже за территорией то как бы не старалась я это делать там вообще трещина здоровья короче куплю я фасадную краску еще тут закрашу все-таки угол это моего дома это тоже как бы ко мне относится к моей квартире замалюю договорились а тут что у нас тут тоже заболевали где мои дежурные носочки в босиком не хотите включила с утра отопления ребята не смотрите на бабку юшка такая жара вот уже отвыкла я жары буквально включила полчаса сейчас решила свои волосики чуть-чуть порядок привести сегодня день матери вчера полила свою орхидейку милая женщина его всех поздравляю с этим праздником и кстати она уже своего набрала стоять не падать замочена у нас на пилосы дос хочу красусь когда мне и ульянка подарила еще живая видите листики свежие ей ванной тут удобно я ее раз под краном помыла покупала что сейчас приведу себя в порядочек и пойду заниматься домашними делами на голове черти шута ну что так лучше с мордаху кремчиком наважим чтобы ее не стягивала у нас я же свой пилинг перенесла ребятушки в связи с тем что у меня герпес посмотрим когда мне оксана скажет приходить на следующую процедурку ну не мордашка а промокашка с утра ну что ты сделаешь возрастные изменения ой не в силе боже стою перед вами в пижаме господи плелек вообще ты вообще платишь сегодня мы с вами что-то что-то вкусненькое это покушаем сама еще не знаю что надо спросить луиджина будет он выходить в свет не будет хочет он что-то не хочет я себе могу и спагетти отварить мне как-то нам татарам все равно вот эта морщина нет бы утюг какой-то поставить и разгладить ее красоту не заладишь в доме моем много друзей звуки радости и тепла ребята вот это эти вонючки которые поняли с огорода собака дыка гля это видимо с бельем в квартиру попала они еще живут мы их выпустим на балкончик иди зайчик сюда иди будешь тут не вонять ночью постель меняю представляете подарок жизни бегу 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 зазвонила наша духовочка зазвонила родная зазвонила дорогая что дать тебе еще чуть-чуть подзагорить или не надо нам лишнего загора ленточка наша ну давай две секундочки не более смотри пока лилек тарелки себе приготовит ребятушки вот вы меня сейчас секир башка сделаете я вам делала видео рецепт и у меня не хватало телефона и памяти и я ее решила почистить и почистила короче есть у меня такая чудная крупа на манку похожая но это полента ребята это мамалыга но она у нас настолько мелкая 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 как ваша манка и она у меня быстрого приготовления поэтому я ее быстренько закалом поцела я добавляю наполовину водички наполовину молочка и ложу туда маленький маленький кусочек сливочного масла тут же ее замешиваю она тут же загустевает ну как манка точно манка вам даже можно приготовить поленту из морки почему бы это тоже будет вкусно хотя менее калорийно это вот она полента и что я добавила был у меня кусочек маленький сыра горгонзола было у меня чуть-чуть чуть-чуть сливочек я эту поленту вот так вот наложила вот так вот переложила сырком посыпала и в духовку запахнула вот вам и весь рецепт теперь мы свою духовочку отключаем и поленту забираем и обед мы насыпаем шкварчить вкуснятин сейчас я покажу ее вид сверху на работе такое готовим очень часто потому что итальянцам это очень нравится ну пока шкварчить давайте покажу видно да формочка у меня маленькая тут всего на две порции аккуратненько разделила сливочки наливаю обязательно чтобы она была более мягкой она запекается румянится все видите вот это вот капелька это горгонзолка такая ммм ой это вкуснотень сейчас на тарелку а заодно давайте расскажу вам еще рецепт приготовления поленты если у вас есть колбаски вам меня не видно в общем другом сумочку это это только улейка вы понимаете там машинка стирает там еще что-то одни шумы со всех сторон так вот еще если у вас есть вот такие вот колбаски свежие их можно предварительно с лучком на сковородке поразрывать и немножечко-немножечко обжарить и или протушить как хотите и вот можно эту поленту просто приготовить как кашу в кастрюле и потом ложите на тарелку ложку поленты в кастрюле немножко этих колбасок посыпаете сыром помываете если у вас есть уже готовый соус вот этим соусом я это всегда запекаю но это можно не запекать это можно просто даже вот эту белую поленту можно ложить на тарелку ложечку кашки ложечку сыра того всего в общем всего чего душе угодно ребята это такая вкуснятина сказала что две порции но чувствуешь у меня будет мало поэтому поэтому это три четверти я ложу себе сейчас остальное оставляю на вечер сыр тянется органзола пахнет все благоухает а лилёк тут перед вами вздыхает посмотрите так что я пошла кушать всем приятного аппетита красная полента она очень-очень тоже вкусная но я больше люблю белую убираю что она мы что сейчас bright мы будем supports об